ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Присоединился Юрий Гераченко, эколог. Юрий, добрый день. Добрый день, добрый день. Совсем недавно произошла смена играющего состава. Городская голова убрал двух, собственно, достаточно знаменитых и известных игроков, которые отвечали за побережье и так называемые пляжи. К чему это приведет, мы не знаем. Давайте посмотрим сейчас материал о том, что происходит сейчас в нашем городе в этом смысле. Зубастая охрана. Очередной конфликт в Аркадии показал, чьи в Одессе пляжи. Охрана ночного клуба «Итака» сбросила с шезлонга одесситку, которая отдыхала на побережье вместе с супругом. Как написал в соцсетях муж пострадавшей, конфликт произошел в ночь на субботу на муниципальном пляже, расположенном рядом с заведением. По словам мужчины, чтобы не сидеть на холодном песке, они с женой присели на пластиковый топчан, который находился на свободной от аренды территории. К отдыхающим подошел работник клуба. Он сообщил, что ночью пляж не работает и потребовал вернуть инвентарь. Завязалась дискуссия, в ходе которой на представителя «Итаки» не подействовали аргументы о том, что на муниципальном пляже не может быть ничего частного. Проиграв интеллектуальные баталии, работник клуба удалился. Через несколько минут к отдыхающим подошли четверо охранников заведения. Без долгих разговоров один из парней восстановил порядок. Он выдернул из-под девушки шезлонг, сбросив ее на песок. От рукоприкладства со стороны заточенных на это крепких парней, оскорбленных одесситов, вероятно, спасла культура речи и поведения в целом. Последствия топчаного инцидента оказались самыми неожиданными. Главным по городским пляжам чиновникам выданы пистолеты с одним патроном. Во время аппаратного совещания мэр предложил уволиться. Директор УКП «Побережья» Одессы Анатолию Половко и начальника управления инженерной защиты и развития побережья Геннадию Мирошниченко. Причем перед тем, как сразить оплошавших чиновников на повал, Геннадий Труханов сперва выслушал от Мирошниченко неутешительный доклад, что, вероятно, уничтожило последние сомнения мэра относительно кадровых решений. Вправо от ротонды, присаживайтесь, не надо ставить. Вправо от ротонды есть коммунальный пляж. Показали бы лестницу, по которой опасно ходить, там деревянную куда-то, тропинку. Не хочу говорить, для кого эта тропинка может только подойти, но не для отдыхающих. А тем более, если мы это говорим о коммунальном пляже, муниципальном пляже. И действительно, как реагировать градоначальнику на новость о том, что спустя почти полтора месяца после старта пляжного сезона половина, 13 из 26 одесских пляжей, не имеют документов, позволяющих принимать отдыхающих. Мэр всему голова. И вряд ли он не знал об этой ситуации до сегодняшнего аппаратного совещания. А вот беспечность или недальновидность ответственных за пляжи чиновников достойна интернет-мемов. Юрий, уверен, что как эколог вы вряд ли будете комментировать ситуацию с бесплатными пляжами, платными, с арендой этих пляжей и так далее. Но мы имеем, собственно, две структуры, которые отвечают за наши побережья. ТКП «Побережье» и, собственно, инженерные сети. Вопрос. Вопрос. Насколько вообще целесообразно и правильно использовать наши пляжи? Ведь они являются не естественными пляжами, они являются гидротехническими сооружениями защитного характера. Ну почему же? Как эколог, и как гражданин этой страны, и одессит. Я как раз готов прокомментировать все. Вот тот сюжет, который был, с юридической точки зрения, надо просто уважать Конституцию. Надо почитать и открыть. Всего лишь Конституцию? Всего лишь Конституцию страны своей, быть патриотом своей страны. Там четко написано, что наши пляжи, наше море, наша рекреационная зона принадлежит нам, народу Украины. Если люди пришли отдохнуть, и там нигде не сказано, что вот утром принадлежит, в обед уже другому, а вечером третьему. То, естественно, на свободном пляже, на своей земле, в своем государстве, они любуются морем и пользуются рекреационным ресурсом. Если кто-то забыл свой частный топчан или еще что-то. И нет покушения на его воровство, например. Никакой таблички там нету, и кто-то на забытом имуществе присел. То, естественно, надо очень вежливо попросить разрешение у того, кто нашел. Еще дать вознаграждение за то, что нашли и не унесли. Интересную версию с находкой обнаружили сейчас. Ну, а как или иначе? Люди могли вообще сказать, мы вам не отдадим, потому что... А там наша, например. ...не любят вашей фотографии, и там нет. Мы отдадим стол находок. А там вы уже покажете, что вы собственник, и получите. Или сдадим милицию. То есть есть процедура, опять описанная законами Украины. Надо уважать свою страну. Вот в чем дело. Естественно, мэр среагировал на это правильно. Потому что люди, которые отвечают за эту территорию и заключают договора с арендаторами, должны следить, чтобы те не нарушали их работники, законы страны. Но у меня другой вопрос. А почему общее имущество наше с вами сдается кому-то в аренду, кто-то за это платит, а потом ставит нам свое имущество? Вообще на каком основании? Если мы делегировали это дело, и нам с этого повысили какие-то наши доходы, от рекомендационной деятельности наших городских властей, вы, как одессит, проживающий в Одессе, сколько дотаций получаете ежемесячно? Просто как житель вы имеете прописку? Ну, конечно. Сколько вот вам на счет ваш персональный приходит? Вот вы знаете, вы задаете мне вопрос, на который я ответить вам не могу. Ну, я никогда не интересовался этим. А вот я что-то на своей карточке не вижу вот таких поступлений. Я вам скажу больше. В прошлом году по состоянию на 14 ноября, по-моему, ноября, было доложено одним из, или даже двумя, по-моему, господин Мершиченко докладывал о том, что с радостью мы закончили сезон, и в настоящий момент мы за сдачу всего побережья получили 85 миллионов гривен. Очень хорошо, вы даже пошли. Я сейчас закончу. А в будущем году, он говорит, мы планируем получить на 15 миллионов больше. Итого, по результатам сезона 18-го года, мы можем в одесский бюджет получить дополнительно 100 миллионов гривен за аренду наших пляжей. У меня вопрос. Вы знаете, сколько ваших денег там? Я не знаю, потому что на счет не поступило. 10 гривен. Я хочу обратиться к вам. Вы готовы сейчас отдать 10 гривен, чтобы убрать с пляжа всех арендаторов? И ходите себе свободно посещать пляж, как когда-то посещали. Вы готовы это сделать? Мне нравится на подстилочке. Тепло, песка там чувствуется, понимаете, ближе к земле. Ну, в крайнем случае, привыкаем, понимаете? Ну, да, да. Ну, теперь соединю человека, который в городсовете работает по нашей с вами, в общем-то, визе. Я говорю о депутате городского совета Лидии Леонидовой. Лидия, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за то, что согласились уделить нам пару минут. Хотим все-таки разобраться. Может быть, вы что-то слышали в городском совете. Вчера на аппаратном совещании были фактически уволены, но так ли или нет? Два человека, господин Голокой и господин Мирошниченко. Что вы знаете об этом? Нет, на сегодняшний день я выясняла эту ситуацию, никаких официальных заявлений нет, собственно, как и документов. То есть, я думаю, что, скорее всего, это была такая мини-публичная опорка для того, чтобы показать, что городской голова обеспокоен и готов к радикальным мерам. Лидия, все-таки вы, наверное, хоть и женщина, и хрупкий человек, и мать, все-таки вы политик. Я хочу спросить, как вы считаете, насколько проиграет городской голова после этого несвершившегося суда? Ну, я думала, что я не готова сейчас говорить о руководителе КП «Побережье», потому что это достаточно новый человек. По-моему, два месяца он работает в структуре. И говорить о том, что это его вина в том, что пляжи находятся в таком состоянии, ну, если говорить объективно, не предвзято, то это именно так, по моему мнению. Что касается руководителя... Господини Мершниченко. Да, господини Мершниченко, то здесь уже не первый год идет с ним беседа. Я помню хорошо прошлый год, начало сезона, когда было указание мэра, протокольное поручение, полностью проверить все договора аренды, подписаны ли они, и принять срочные меры для того, чтобы это произошло. И вот до сентября месяца, грубо говоря, до конца сезона нас всех кормили завтраками, завтра-завтра, а те не родивые, а те не подписывают и так далее. И так это все осталось, перешло и на сегодняшний год. Поэтому здесь уже это системная ошибка, системная, даже не ошибка, а системная халатность. Я думаю, что понятно, что она кем-то прикрывается, понятно, что это чья-то заинтересованность. То есть Мершниченко здесь в данной ситуации, как обычно, играет такую роль человека, который исполняет указания отчасти. Ну, если вы считаете, что у него в служебные обязанности входит вот такая опорка прилюдная, да, иногда? Да, иногда. Вариантов-то какие? Какие есть варианты на сегодняшний день у Геннадия Леонидовича после акции, которая... Ну, я вам скажу, какие есть варианты. Ну, во-первых, обеспечить действительно доступ на пляжи людей с ограниченными возможностями. Ведь не секрет, что на практически всех, ну, будем говорить, крутых, наверное, пляжах этой возможности нет. Собственно, как и территории 30%, которая должна быть предоставлена каждому валидатору бесплатно, правильно? Нет, ну, вы идеализируете сейчас, вы говорите так, как должно быть. Так я же говорю, у мэра есть такая возможность. Да, есть возможность, но есть ли желание, чтобы было именно так? Я хочу сказать, что на сегодняшний день тот пляж, который я выбивала два года для людей с инвалидностью, тоже приторможен. И так, знаете, меня так мягко рассказывают, что вот-вот все случится. То есть мы сейчас опять будем поднимать волну по пляжам для людей с инвалидностью, потому что проект есть, он хороший, он согласован со всеми общественными организациями, но вопрос, почему ему не дают ход, тоже вопрос. Очень странно, неужели городскому в голове не нужна поддержка людей с ограниченными возможностями, многочисленных общественных организаций, да просто депутатского корпуса, который реально продвигает этот вопрос, который не является коммерческим, является наоборот социальным? Неужели мэру не нужна социальная поддержка? Я не готова говорить, что нужно мэру на сегодняшний день, потому что это только он знает, и, наверное, ближайшее окружение, я, к сожалению, не вхожу в ближайшее окружение мэра, или, к счастью, не знаю, для того, чтобы обсуждать, что нужно мэру. Мне кажется, это абсолютно здраво, то, что те требования, которые выдвигают отчасти и депутатский корпус, и, собственно, общественные организации с людьми с инвалидностью, и люди, в принципе, по поводу доступных пляжей, по поводу муниципальных пляжей, по поводу, в принципе, нормального отношения к адеситам. Мне кажется, что, наверное, сейчас произойдет такой переломный момент, где все-таки городской голова должен, по крайней мере, задуматься о том, что происходит, и то, что ему рассказывают. Ну, тем более, что он сам поднял, в общем-то, эту тему и достаточно жестко отреагировал. Ну, а как вы думаете, это должно было произойти после акции, которая была в субботу? А позвольте, почему только субботнюю акцию мы обсуждаем? Ведь до этого было тоже огромное количество вопиющих случаев. Ну, субботнюю акцию, она дала толчок, да, она была самая резонансная. Потому что в ней участвовал человек, который является пресс-секретарем господина Котлера? Я не знаю, честно, кто в ней участвовал, честно вам скажу, такой информации я не обладаю. Я говорю о том, что все соцсети об этом говорили за неделю до этого. Я читала очень много комментариев. И до этого я делала запросы и пыталась выяснить, сколько денег муниципалитет выделил на поддержание муниципальных пляжей. И это достаточно большая сумма денег. И опять же, я дала повторные запросы, а на что их, собственно, потратили. Ответ очень такой пространственный. На что-то, на песок. Я бы хотел, Лилия, увидеть вас в нашей студии с этими ответами. Они же у вас в письменной форме, правильно? Конечно, конечно. Я с удовольствием. Лилия, я приглашаю вас, давайте даже на этой неделе к нам в студию, обсудим этот вопрос с бумагами на руках. Отлично. Спасибо огромное. Лилия Леонидова, депутат городского совета, была вместе с нами. Давайте вернемся. Вы хотите прокомментировать? Да, я бы прокомментировал коротенько. Значит, дело в том, что то, что сейчас было сказано, ведь неважно персоналий, кто руководитель, кто не руководитель, кого уволили, кого приняли. Система. Может, это просто жесткий окрик, фигура речи. Вот, может быть, не шла речь о конкретном увольнении, а конкретно, что я тебя уволен, если не будешь наводить порядок. Если наведут порядок и сумеют так поговорить с теми, кому дают в аренду эти территории, чтобы они соблюдали, во-первых, закон, во-вторых, чтобы охранники не хамели, а наоборот принесли второй торчан для другого человека и сказали, в ночное время мы денег не берем, мы всегда готовы услужить, тогда, наверное, одесситы и приезжие иначе подносились бы к тем арендаторам, которые там находятся, и к тем охранникам. Ну, этот вопрос на самом... То есть это скорее моральный вопрос. Давайте оставим вопрос морали в стране. А моральные вопросы, они уже ближе к экологии души. И поэтому я бы перешел бы все-таки к экологии, понимаете? Да, я бы так считаю. Вот, потому что дело в том, что вот мы с вами сейчас посчитали маленькая арифметика. И эти 10 гривен, во-первых, к нам не поступают, во-вторых, мы готовы им пожертвовать, чтобы иметь свободный доступ на пляж и чтобы не было никаких конфликтов. Тем более, что все равно городские власти все равно что-то вкладывают в эти пляжи. Хотя, конечно же, если там удается что-то заработать, и если это заработать не нарушая прав одесситов и гостей нашего города, а наоборот, улучшая их сервис, их отдых, удобство нахождения на этой рекреационной территории, тогда, конечно, хорошо, чтобы эти деньги шли на развитие этой инфраструктуры. Пусть не нам, не на счет переводят, как я сказал, да? А пусть ставят очистные сооружения на ливневку, и уже на пляже будет чистая вода и не будет загрязняться после дождя. Пускай не засыпают песком, непонятно, вот это вот расстояние лоханку сделали, вместо того, чтобы развалить тот волнорез, который поперек идет, который только мешает водообмену. И наоборот, эти камни использовать на боковые, чтобы удлинить, потому что именно боковые режут волну и не дают там наносам изменять архитектуру пляжа. Вот этот волнолом, который по колено люди ходят и собирают на него миди, он не нужен, вы считаете? Он просто не нужен, он вреден. Так вот, говорят, давайте засыпем туда песком и сделаем пляж. А потом что, в глубину прыгать? А где же тогда та зона, где могут детишки искупаться, где не только мастера спорта могут нырнуть? Значит, мы должны все-таки иметь ту территорию, когда немножко глубже и глубже, а потом быки, и дальше не надо, потому что дальше опасно. Но это на самом деле самый дорогой и самый удобный вид рекреации для людей. Как вы считаете, буквально несколько минут осталось, поэтому очень коротко прошу, в каком состоянии сейчас находятся берегоукрепительные сооружения на побережье нашего города и какие срочно нужно предпринимать, если нужны шаги? Это очень правильный вопрос. Ведь мы говорим об одном из управлений, департамент, это берегозащита. И там задача не должна быть поставлена, сколько вы пирс создадите, там сказать, в наемку куда-то и соберете денег. А надо ждать полностью инженерную оценку этой ситуации, полностью перспективу, например, проект разработать, разрушение ненужных этих самых волноломов и, наоборот, увеличение траверзов и ремонт их, там, где они потрескались, там, где они полопались, проверить, идет ли оползновая система или нет, проверить, если скопились ли где-то сточные воды, не забились ли дренажные системы, не следует ли их отремонтировать, либо где-то сделать новые. Вот эти ответы я от этого департамента хочу услышать, а не сколько метров, чего-то там пирса сдано или не сдано, и по 7 гривен или по 12 заработали. За них нужно требовать изыскания технического состояния. Конкретной защиты территории, чтобы я знал, что я вместе со своим домом не сползу туда. И что вот эти новые застройки, которые очень много специалистов говорят, что увеличивают как сейсмическую и оползневую опасность. Что действительно сделаны контрмеры, что если даже были ошибки допущены, то их уже компенсировали, уже сделали дополнительные сооружения, которые защищают. И это не будет ползти куда-то и так далее, понимаете? Или же показать, да, мы проверили, там все выполнено нормально, и техсвай достаточно. Или недостаточно, но мы для этого сделали то-то и то-то. Вы предлагаете, хватит бездумно эксплуатировать, давайте думать о том, как это сохранить. Ну, хватит потреблять, давайте немножко сделаем, вложим в природу, и давайте подумаем о нас, о людях. Мне понравилась экология души, я запомню. Юрий Герасченко, эколог, был в нашей студии. Мы обсуждали проблему доступа на пляж и экологию души. Спасибо огромное, Юрий. Впереди новости. После этого мы вернемся в эфир телеканала Думская ТВ. И, поверьте, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова